Борьба за честные госзакупки снова стала главной темой встреч президента с общественниками из Народного фронта. В списке того, что покупают и требуют чиновники за госсчет, они просмотрели скрупулезно и пришли к неутешительному выводу. Слуги народа народные деньги не экономят. Президенту рассказали и о дорогих иномарках, и о шикарных поездках в экзотические страны для обмена опытом. И о подтемкинских деревнях, которые исчезают сразу после проверки и отчета. Заказов корпоративов и предметов роскоши стало меньше, но чиновники все еще с трудом усваивают посыл главы государства. На госслужбе надо работать, а не зарабатывать. Моя коллега Екатерина Кибальча слушала отчеты и удивлялась, как изобретательно бывают слуги народа на местах. Активисты Народного фронта приехали на встречу с президентом, каждый со своим расследованием, можно сказать, с компроматом. Например, аспирант Волгоградского университета доложил, кто и как ворует государственные деньги на строительство дорог. Как известно, у нас в стороне две беды. Ну, первую мы рассмотрим не в этот раз, давайте. На самом деле, большая часть встречи в Ново-Огарево была посвящена третьей беде. Не дураки, а наоборот, слишком умные чиновники. Оказалось, есть в России кадры, способные проявить смекалку, креативное мышление и пойти на нестандартные шаги, когда речь идет о государственных закупках и тендерах. Например, машина федерального министра по закону не может быть дороже 2,5 миллионов рублей. Начинают уже сегодня хитрить, и вместо того, чтобы эти машины покупать, они их арендуют. А про аренду ни слова, опять же, в этих нормах не сказано. Возвращаясь к примеру российских железных дорог, буквально недавно попались с дорогостоящим автомобилем. 4 часа понадобилось, чтобы эту закупку отменить. Мы, конечно, приветствуем такого рода действия, но надеемся, как вы и сказали правильно, что скоро у нас не будет вообще фактуры для индекса. Когда была заявка на такую закупку? Это был июль месяц этого года. То есть до назначения нового начала? Это был еще прежний руководитель российских железных дорог. И, как есть у нас пример сегодня, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за два года уже потрачено, оплачено 8 миллионов рублей на аренду дорогостоящей иномарки. Это при том, что бюджет фонда дефицитный. Антон Гетто руководит общественным проектом за честные закупки. Владимиру Путину он подарил так называемую серую книгу, которую составили активисты фронта. Но на самом деле писали ее российские чиновники. Здесь и о том, как купить шикарный Мерседес якобы для геологических разведок. О том, как нескольким чиновникам слетать на каникулу в Японию и оформить командировкой. И какая канцелярия нынче в моде в государственном аппарате. За бюджетные деньги? Да, это все происходит за бюджетные деньги. И в рамках индекса расточительности чуть больше. Активисты Народного фронта это не полиция, не прокуратура и не аналог советского АБХСС. Активисты Народного фронта зарплату не получают. Это гражданская инициатива, это общественная деятельность. Власти у активистов тоже нет, поэтому влиять на госзакупки они стараются по-своему. Любители роскоши попадают в индекс расточительности. Он по каждой позиции свой и обновляется раз в квартал. Конкурс объявили, в индекс расточительности попали. После выхода индекса в СМИ за 4 часа закупку отменили. Сумма отмененных закупок на сегодняшний день 6 миллиардов рублей составляет. Это только вот элементы роскоши. Владимир Путин уже не впервые слушает подобные отчеты. После прошлых расследований о новогодних корпоративах как раз и был введен запрет отмечать праздники за бюджетные деньги. Если кто-то не понимает, как нужно жить сегодня и, зная уже о принятых решениях, пытается их обойти, нужно посмотреть на персонали. А то, что вами наработано за последнее время, отдайте, пожалуйста, в администрацию, мы посмотрим и проанализируем это все еще раз. Отдельного анализа потребуют и отчеты по тендерам. Массовые случаи, когда компания составляет тендер под конкретного заказчика и только ради отката. Результат у таких схем наглядно показала другая активистка Народного фронта Анастасия Муталенко. В 2012 году при строительстве этого искусственного водоема решили сэкономить и положили пленку в два раза тоньше высину. И вода ушла? Ушла. Звучит как анекдот или сюжет Салтыкова-Щедрина, но это реальная история. В долине Алтая запроектировали туристический комплекс вокруг искусственного озера. Озеро каждый год превращается в пруд. И каждый год этот Сизифов пруд снова наполняют водой и превращают в озеро. Но потом они, по-моему, реконструкцию все-таки провели. Нет, три года они каждый год пытаются залатать глиной дыры. Они придумывают какие-то специфические мероприятия, запускают водолазов, но ничего не помогает. Три года подряд. А наполнять озеро можно только осенью. Они запускают водолазов, если там воды нет. Они наполняют его, проводят какие-то работы, ежегодно отчитываются, что они ведут мероприятия по восстановлению. Хорошо вышку не поставили, чтобы прыгать. Они поставили табличку в этом году, они еще раз наполнили, туристы пришли. За два месяца озеро спускает воду полностью. Они получили эти деньги именно на этот проект? Получили на все 17 экономических территорий, получили деньги. Но дело в том, что они по отчетам, которые официальных источников они публикуют, они эти деньги не вкладывают в строительство, а прокручивают в банках. И ежегодно получают по ним депозиты. Обязательно разберемся с этим. Это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития экономики. Особые экономические зоны – это территории, где налогообложение льготное, а инфраструктуру помогает строить государство. Это не всегда туризм. Например, почти 10 лет назад был запроектирован комплекс предприятий электронной промышленности. Сюда резидентами вложено уже около 2 миллиарда. Судьба вот этих проектов, в общем-то, зависит от малого. От того, чтобы были достроены сравнительно небольшие участки коммуникации. Несколько лет эти работы вообще стояли. Дмитрий Сопрыкин – один из тех предпринимателей, что вложили свои деньги в развитие особой экономической зоны. Но государство коммуникации так и не подвело. И здания стоят пустыми, а инженеры-электронщики арендуют рядом здание бывшей столовой. При этом платят налоги без льгот, так как формально они не на территории особой экономической зоны. В нашей экономике это один из ключевых объектов, особая зона. Потому что без того, чтобы создать эту инфраструктуру, ни о каком импортозамещении, ни о какой электронике возрождения радиоэлектронной, авиастроительной, двигателестроительной промышленности говорить не приходится. Потому что для всего этого нужно оборудование. Оборудование надо где-то производить. И производить не в таких вот условиях, бывшей столовой, а в нормальных современных производственных мощностях. Владимир Путин признался, что слышал о проблемах со строительством особых экономических зон, но не знал о конкретных схемах и причинах задержки строительства. Честно говоря, не знал о том, что деньги, которые выделяются федеральным бюджетом на эти цели, вместо того, чтобы вкладывать их в реальное производство и в организацию, в создание инфраструктуры, они просто сидят на счетах и в банках крутятся для получения соответствующих прибыли, непонятно куда идущих. Мы, безусловно, все это проверим. Все отчеты народных активистов, конечно, должны быть детально проверены. Президент поблагодарил волонтеров за работу и пообещал поддержку, а если надо, и защиту. У нас с вами нет задачи, как когда-то в одной из стран говорили, ударить по штабам. У нас нет задачи развернуть охоту на ведьм, у нас нет задачи раскачивать госаппарат. В административных органах в большинстве своем работают порядочные, дисциплинированные и эффективные люди. Административные структуры все-таки живут по своим законам, по своим правилам и часто очень не чувствуют остроты проблем, которые перед людьми стоят. И, понимая это, они должны опираться на тех людей, которые сейчас работают в таких общественных движениях, как Общероссийский народный фронт. Потому что, по большому счёту и по серьёзному, у всех у нас общая задача – сделать жизнь людей лучше. Ждать какой-то особой поддержки со стороны административных органов не нужно, но важно, чтобы они не мешали. Не скрою, что когда я слышал некоторые доклады, некоторые сообщения информации, я думал о том, как вас защитить. И не только от административного произвола, но и от возможных криминальных проявлений. Но в любом случае, та работа, которой вы занимаетесь, требует определённого мужества. Мы, безусловно, будем вам помогать. И я желаю вам этого мужества. Спасибо вам большое. На встречу с президентом собрались несколько десятков активистов Народного фронта. Но по всей стране таких 5 тысяч человек. И с каждым днём всё больше. За два года существования Народного фронта удалось устранить нарушения при госзакупках на 166 миллиардов рублей. Екатерина Кибальчич, Надежда Каширская, Арсений Байбулов и Маргарита Шилла. Воскресное время.